Привет. С вами Корней. Из Китая пришёл PH-метр. Прибор для измерения свойств воды, как щелочная или кислая. Также можно измерять и другие жидкости. Посмотрим. Итак, это наш PH-метр. Сейчас мы его будем проверять. Перед этим надо его откалибровать. Но сначала я расскажу, как он устроен. Здесь у него есть батарейки. Вот они. На задней стороне мы видим отверстие. Здесь находится калибровочный резистор. Снимается колпачок. Вот эта сторона прибора погружается в воду. И мы видим значение PH. Здесь выключатель. Пока прибор не погружен в воду, он показывает хаотичные значения. Но в воде он будет показывать значение PH. Вначале мы должны его откалибровать. Для этого используются два порошка, которые растворяются в воде. В 250 миллиграммах. При 25 градусах прибор должен показывать в воде с этим порошком 4 PH. А в воде с этим PH должно быть 686. На задней стороне мы видим подробную таблицу. В зависимости от температуры воздуха и воды. Значение может быть немного другим. Но у меня дома сейчас как раз 25 градусов. И в принципе разница на 1-2 градуса в существенной роли не играет. Вода. Это деионизированная вода. Но если у вас нет фильтра для получения такой воды, то вы можете использовать дистиллированную воду. И даже обычную. Для использования прибора в домашних условиях этого достаточно. Итак, приступим. Включаем прибор. Включаем прибор. Значение 3 и 6 должно быть 4. Четыре. Четыре. И второй стакан. 6,9. 6,86. Поскольку здесь сотых долей нет, то можно считать, что всё правильно. А вот снова 6,9. Прибор откалиброван. Итак, испытаем наш прибор. Я приготовил несколько образцов жидкости. Но вначале я хочу сказать о некоторых недостатках, которые я заметил. Недостатки у PH метра точно такие же, что и у TDS метра. О TDS метре, это измеритель жёсткости воды. Есть специальное видео на моём канале. Каковы эти недостатки? Экран не подсвечивается. И невозможно зафиксировать полученный результат. Но для бытового использования, в домашних условиях, прибор очень удобный. Итак, измерим показатель PH у наших образцов жидкости. Bonacqua. Негазированная Bonacqua. Показатель 7,4. Следующий образец у нас Coca-Cola. Без сахара. Показатель 3,4. В принципе, этот показатель, это очень кислая среда. Это приближается к уксусу. Поэтому не удивительно, что говорят о том, что Coca-Cola растворяет зубы. Но это вполне вероятно. Нарзан. 6,3. В принципе, близко к нейтральному. Уксус. Это столовый 6% уксус. 2,7. И ещё здесь 3 образца воды. После уксуса надо промыть более тщательно. 3 образца воды. Это вода водопроводная. Вода кипячёная. И вода дистиллированная. Начнём с водопроводной. 6,9. Практически нейтральная вода. Нейтральным показателем pH является 7. Если ниже, то следовательная среда кислая. Если выше, то щелочная. Кипячёная вода. 7,4. 7,5. И вода дистиллированная. 7,5. Это немного странно. Я читал, что у дистиллированной воды должен быть небольшой щелочной показатель. Небольшой кислый показатель. То есть ниже 7. Здесь чуть выше 7. Это возможно. Потому что у дистиллированной воды показатель pH очень нестабилен. Он может сильно колебаться. Для чего я собираюсь использовать этот прибор? Я его собираюсь использовать для своих экспериментов. У меня есть канал, как сделать. На котором я показываю различные эксперименты. Измеритель pH применяется аквариумистами. Потому что многие рыбы очень требовательны к условиям содержания. Также он используется некоторыми любителями растений. Используется в гидропонике. Например, такое экзотическое растение, как венерина мухоловка. Это хищник, который хватает и пожирает мух. Она очень капризна. Многие хотели бы содержать это растение дома. Но оно не получается. Потому что оно предъявляет особые требования к воде. Кого заинтересовал этот прибор, тот может приобрести его по ссылке, которая дана в описании к видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok